Через сайт объявлений в Первомайском районе Ростова пытаются продать комара. Торговец просит за насекомое тысячу рублей. Подписчики также вспоминали игуану, которая решила поэкспериментировать со своим рационом питания и добавила к растительности и мясу мужской носок, шабаш-ведьму-елки, новогодний салон автобуса и семейство долматинов в машине. Что еще обсуждал Ростов в сети на этой неделе, расскажу вам я, Екатерина Лободина. Здравствуйте. Снег в Ростове такая редкость, что некоторые горожане уже готовы его покупать. Объявление об этом замечено на грязной легковушке. Подписчики тут же посоветовали водителю помыть машину, потому как зрелище не очень приятное, да и полицейские могут выписать штраф за грязный номер. Другие предположили, что, скорее всего, снег ему и нужен для того, чтобы им помыть машину. А кто-то посоветовал не особо желать сугробов. Выпадет снег и начнутся жалобы на пробки, гололед и холод. Из-за густого тумана Оксай местами превратился из предновогоднего в мистический. Таким наблюдением поделился горожанин в ростовском паблике. И подписчики тут же стали интересоваться, где знаменитая Оксайская снегурочка. Она бы точно хорошо вписалась и в тумане выглядела еще более зловещей. А многие решили, что Окса в тумане лучше. Добрые люди спасли тонувшего волчонка, и в сети появился пост благодарности. Ростовчане порадовались, что все закончилось хорошо. У людей осталось еще что-то человеческое. Совесть, доброта. Молодцы, что спасли животное не ради лайков, а просто, чтобы спасти. Ну а после стали умиляться спасенным. Какой хорошенький волчонок. Спасибо вам, добрые люди. У животного из следующего поста все в порядке. Это точно не утонет, ведь он даже в магазин ходит с хозяином. Автор снимка написал, что после посещения ветеринара я пошел в магазин вместе с котом. И выглядело это примерно так. Пользователи повеселил вид кота, завернутого в покрывало. Ростовская пушистая шаурма. Авторский рецепт. Настроение подняли всем, кто был в магазине. Какой он все-таки милашка. Правда, немного напуган. А кто-то посоветовал гулять с котом в таком виде чаще, чтобы дарить хорошее настроение окружающим. Но тут, скорее всего, окружающим людям. Дворовых котов такое вряд ли особо порадует. Эта новость хоть из Хабаровского края, но видео активно обсуждают в ростовских пабликах. Как написал автор поста, жители одного из поселков заметили парочку друзей. Щенка и котенка. На кадрах видно. На дороге показалась машина, а котенок был на ее пути и уходить не хотел. Тогда пес его схватил и унес в безопасное место. Смотрите на эту компанию. Собачка с маленьким котенком, которого я сейчас голодила. Друзья, друганы, уйдите с дороги. Машина едет. Смотрите, 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 он его утягивает с дороги. Там машина идет и он его утягивает. Вот это я понимаю. Некоторые подписчики решили, собака завела себе кота, потому что все хотят заводить котов. После чего она, как говорится, в ответе за того, кого приручила. Другие уверены, что животное просто добрее людей. Видео это только подтверждает. А кто-то даже обвинил автора видео, ведь он мог сам спасти кота, а не снимать героизм собаке. Милая ростовская семейка черно-белого окраса замечена в одном из дворов. Судя по фото, отец семейства долматинов посадил на заднее сидение мать с двумя детьми. Интересуются, нравится ли им новая машина. Пользователи, естественно, вспомнили мультик 101 долматинец и своих питомцев. У меня в детстве были такие собачки. Какие же они красивые. Эксклюзивного комара продают на популярной платформе за тысячу рублей. Объявление гласит, продам комара, не кусается один хозяин ручной. Торг неуместен. В данное время года вы больше нигде не найдете комаров. Лучший подарок на Новый год. Продаю в связи с покупкой подарков на Новый год. Перекупщикам не звонить. Тут же комментаторы стали выдавать свои предложения. Приезжайте в Батайск, тут есть комары. Дикие и бесплатно. На заказ поймают трех маленьких мух на развод. Недорого. И, кстати, это считается мелким оптом. Известное выражение «собака на сене» можно переименовать после этой фотографии, назвать ситуацию «кот на бумаге». Результат практически тот же. Сам не пользуется и не дает хейтера. Ведь сразу же в комментариях нашлись недовольные. Это же антисанитария. Животное грязное. Как потом после него товар брать? Некоторые подписчики решили, что кот так контролирует покупателей и следит, чтобы не было ажиотажа на этот товар, как когда-то на самоизоляции. А другие решили, что это просто инвентаризация. И даже озвучили мысли кота. Двух рулонов не хватает. Это все мыши. Я так и знал. Милый пассажир замечен в автобусе номер 71. На умиление он вызвал, потому что кот. Как написал автор поста, чуть позже вечером его уже обнаружили в подъезде номер 6 на Еременко 101. Пользователи сразу решили, это он домой ехал, а не просто грелся в автобусе. Ну и, конечно, масса умиления. Божий одуванчик пропадет на улице. Возьмите его кто-нибудь домой. И это видео тоже про котов. Здесь подписчики обсуждают стиль воспитания котенка. Взрослый хвостатый сидит на табуретке, а маленький пытается спуститься вниз с крышки коробки. Наблюдая за этой ситуацией, опытный кот его просто сталкивает лапой вниз. С котенком все в порядке, но пользователи решили обсудить случившееся. Кто-то решил, что это стиль воспитания батя. То есть никакой заботы и сюсюканье. Бросил в реку, если выплывет, будет жить. Нет, значит не судьба. А самые суровые заявили, что иногда нужен волшебный пинок. Так и воспитывают решительность. Игуану, которая проглотила мужской носок, спасли ростовские ветеринары. Ящерица медленно умирала из-за непроходимости кишечника. Хозяин отвез питомца в ветклинику, где и узнал причину недомогания. Автор поста написал, ей сделали операцию и освободили внутренности от постороннего предмета. Животное сразу пошло на поправку. Появились аппетиты и желание двигаться. Позже владелец сообщил, что действительно не мог найти один носок, но не предполагал, что его съела игуана. Пользователи сразу стали проверять свои вещи. Так вот, куда мои носки пропадают. Пойду искать игуану под кроватью. А другие пожалели животное. Бедное. И почему и носок показался аппетитным? Хорошо, что спасти успели. Код по акции замечен в супермаркете. Пушистый удобно устроился на полке с новогодними украшениями. Но пользователи заволновались. Опять обман. Не может такой товар стоить так дешево. И еще стать участником акции. Когда пробьют на кассе, цена будет точно в несколько тысяч. А кто-то предложил супермаркету сменить название и написать на вывеске у кота. И еще версия. Хвостатый. Это просто директор по свежести. Ведьмы провели свой шабаш у главной городской елки. А может просто девушки в новогодних шапочках на метлах и с баяном водили хоровод. Кто-то из подписчиков решил, что это просто женский корпоратив. А некоторые расстроились из-за того, что их не позвали. Были версии, что ростовчанки ждут Гарри Поттера, чтобы поиграть в мяч. Но знающие дохристианские традиции отметили. Такой сбор им непонятен, так как вальпургивая ночь еще не скоро. Автобус номер 34 полностью готов к празднованию Нового года. Автор поста написал. Вечером, когда включаются гирлянды, это выглядит потрясающе. Надеюсь, никто это не сломает и не испортит. Друзья, оцените труд добрых людей, пока такие остались. Подписчикам такое украшательство понравилось. Молодец водитель, сразу появляется новогоднее настроение. Три дня назад ехала на нем, и это было супер. Красота! Это весь мой лов интернет новостей на этой неделе. До встречи!